Дорогие друзья, уважаемые единомышленники, сегодня у нас очень интересные собеседники, и мы хотели коснуться темы вот таких возможностей мозга человека, человеческого организма, которые, к великому сожалению, очень мало исследованы, и о них мы очень мало знаем. Мы занимаемся разного рода техногенными приставками, исследованием каких-то техногенных процессов, но в то же время не до конца понимаем колоссальные возможности мозга человека, где у нас 160 километров кровеносных сосудов, 60 миллиардов нейронов, у каждого из них от 1000 до 10 тысяч синапсов. То есть эта система, на мой взгляд, по сложности не имеющая себе равных мирозданий. Ну и я, конечно, имею свой собственный опыт наблюдения таких совершенно фантастических, казалось бы, возможностей. У меня много было случаев, я пытался рассказать, что такое возможно, мне никто не верил. И я вынужден был пригласить к себе в квартиру своих друзей и сказать, вот, посмотрите. И они своими глазами смотрели и все равно не мерили, что мозг человека на такое способен. Но мне, конечно, очень интересно узнать вот вашу школу, ваш опыт. Я знаю, что вы приехали из Казахстана. Если можно, представьтесь и расскажите, так сказать, вот о том, чем вы занимаетесь. Хорошо. Мы представимся. У нас центр МОКИДЭ называется сейчас. Это метод осознанного управления, ну, расшифровывается полностью, кундалини и другими энергиями. То есть кундалини мы сократили, взяли индийское название для того, чтобы определить, что такое внутренняя энергия. Они очень емко вложили в это слово, но на самом деле для простонародья мы просто говорим метод осознанного управления энергиями. Сейчас в России мы приехали с таким проектом, как Чувство знания, Лилия Михайличенко и Олег Новиков. Чтобы я буквально для камеры скажу, чтобы люди были руководители, авторы методики. Авторы методики и преподаватели. То есть мы все делаем сами. Согласно с вами сто процентов, мозг не изучен до конца и очень таит много загадок, честно сказать. Это только мозг не изучен, но еще есть такое понятие, как сознание. Оно вообще настолько далеко от нашего понимания. Ну, а вот в вашем представлении тогда, недавно мы писали короткий ролик о сознании, и я там утверждал, что сознание это нечто, что находится вне человека. То есть мы не можем согласиться с представлением о том, что сознание генерирует просто мозг человека. Что это некая есть глобальная вселенская информационная матрица сознания. А наш мозг это всего лишь, если угодно, адаптер, антенка, которая может включаться в тот или иной фрагмент. Ну или одна из частей этого сознания. То есть вы где-то так, да, ну то есть, когда мы пользуемся, в общем-то, какой-то частью этой матрицы. Да, и вот как раз вот это неверие и страх перед возможностями человека, у человека именно потому и заложено, потому что он очень оторвался от этого всеобщего сознания. Он не чувствует вот этой связи, поэтому он не может принимать информацию, и даже временами не хочет это делать. То есть вот из страха, например, из неверия в свои силы. Потому что он себя не ощущает глобальным. Он себя ощущает маленьким и от всего обособленным. А, да, да, да. Ваша концепция близка. То есть действительно через вашу концепцию легко объяснить человеку, каким образом наладить связь с этим сознанием и пользоваться своим мозгом как инструментом связи с этим сознанием. Действительно облегчает. Чем, например, работа с мозгом, которая недоступна еще. Ну, возможно, со временем мы потихонечку разберемся в его работе, но в данный момент вот просто, чтобы добиться тех результатов, о том, о чем мы говорим, это видеть. Для слепых через три дня читать тексты обычные. Это проще объяснить через вашу концепцию, как раз вы их представили. Связь мозга с сознанием. Запрос-ответ. Получение информации из пространства. Это все, что вы сейчас и сказали. Где-то есть сферы Вернадского, где-то общее сознание, где-то информационное поле. Может, оно еще пока не обнаружено, но внутри интуитивно чувствую, что оно есть, и к нему можно обращаться, получать ответы. Как вы в предварительной беседе рассказали, девочка получала знания, на которые абсолютно не была готова и не изучала. Мы это тоже свидетели. У нас дети прямо проходят тестирование, обучаются нашей методике. Потом по 60 видам предметов истории, географии, химии, физики, сложной высшей математики дают ответы. Мы обнаруживаем, какое направление ему более близко. То есть интуитивно запросы получает он очень легко. И вот мы с вашей концепцией тоже согласны. Запрос-ответ получить с неким разумной сущностью, разумным сознанием, таким образом проще наладить и получить результат о чудесах, о которых люди говорят. Для нас это работа уже даже на уровне работы, а для других это чудеса. Ну и тогда вот о ваших технологиях. И немножко, может, хотелось бы поговорить о целях энергоинформационного развития. Вот в вашем понимании я мог бы сказать, как я тоже смотрю на эти вещи. Ну давайте постепенно. Каким образом это работает, но я немножко, я уже пояснил, каковы результаты. А вот все-таки суть тех, я знаю, что у вас только что прошел семинар в Пушкинских горах. Как раз и мы говорим, что это назвали чувство знания. И вот примерно, значит, вот, ну вот, краткая аннотация к этому курсу. Чему вы там учили участников семинара? Если в двух словах, то это называется, мы учили людей посмотреть на любую проблему с другой стороны. То есть подумать по-другому. И очень часто задают вопрос, особенно мамы переживают, да, когда к нам приходят детки, они говорят, это не вредно. И вот первое, что мы спрашиваем, а вот вы можете запретить своему ребенку думать? Или вы считаете, что ему вредно думать? То есть один единственный навсегда принятый путь думания, он очень сильно сужает сознание человека. То есть если мы привыкли кушать, допустим, правой рукой, левая уже это делать не умеет. То же самое вот с ежедневными какими-то мыслями, которые по кругу закручивает человеческое сознание и не дают возможности посмотреть на проблему с другой стороны. Для взрослых людей это интуитивное принятие решений. Для слабовидящих это возможность не с помощью глаз снять информацию. Для маленьких детей это возможность развить себя и свои способности одновременно с разных сторон. Это уникальные получаются вещи. То есть ребенок приходит иногда настолько уже депрессивно измотан вот этой вот гонкой, которую родители устраивают за его образование, когда ему неинтересно. И когда вот включается эта способность, он везде в каждой области находит интерес. И появляются силы, и появляется способность все это делать. То есть они шахматами начинают с удовольствием заниматься, рисование. У кого что лучше идет, то и вот развивается. Просто голод. Творчески я бы так назвал. Потому что дети просто все ядны и неуставаемы. Мы видим как 5-6 кружков, плюс там физическое развитие, хоккей, там футбол играют, и нет усталости никакой. Потому что есть интерес. А так вот практические, допустим, примеры. Вот пришел ребенок, примерно понятно то, что вы рассказали. Пришел, как вы говорите, слепой или плохо видящий. И еще какие-то 2-3 категории. Больной человек. Да, и как вот, с чем он уйдет? Ну вот, результат последнего семинара, вот этого, который был в Пушкинских горах, у нас был уникальный человек на семинаре, Петров Валентин Васильевич, друг Гагарина. Всех космонавтов готовил, 82 года преподаватель. И вот буквально 7 месяцев назад обнаружил, что у него постепенно атрофируется зрительный нерв, и он потерял зрение, 7 месяцев он не отличал цвет от тьмы. 5 операций, даже обращался к Молдашеву, тот сказал, нет, извините, нервы не восстанавливаются. И что? На третье занятие он стал у нас отличать картинки, карты Зенера, сложные символы, и на пятый день он уже читал текст. – Но при этом, используя нетрадиционные каналы восприятия... – Конечно, нет. – Конечно, наша настройка... – То есть это не то, что вы ему подлечили глаза? – Нет, конечно. – Ни разу, никогда и нигде, то есть любой диагноз подтвердит, что так, как было, так и осталось. – Более того, если приходят детки с проблемой, и проблему никак не излечить, постепенно теряя зрение, если такое случается, они замещают вот этой способностью, и у детей это выглядит так же, как если бы они видели. – Обострение чувствования, так можно сказать, обострение работы нервной системы, то есть мы заходим через это, через это понимание, то есть ничего эзотерического, ничего сверхъестественного, никакого чуда, все детям объясняем очень логическим, практическим языком, как со взрослыми разговариваем, а работа нервной системы становится тонко настроенной. То есть мы сейчас очень много информации, которая даже находится в этой комнате, уходит в подсознание. То есть мы не воспринимаем температуру, освещение, голоса, звуки и так далее, все уходит в подсознание, мы не пользуемся этой информацией. Когда мы сосредотачиваем внимание, тонко отлаживаем вот этот механизм, он достает всю эту информацию из себя. То есть она все-таки поступает, нервная система воспринимает все, что здесь происходит. То есть она на связи с этим сознанием постоянно. И если блокируется зрение глаза, то в принципе обостряются другие чувства. А вот примерно хотя бы в ваших представлениях, вот физика вот этого процесса, восприятие информации слепым человеком, она к чему сводится, чтобы это было понятно? Ну, скорее всего, в этом информационном поле есть информация обо всем. То есть если хотя бы кто-то когда-то видел эту картинку, информация есть уже. Человек налаживает вот эту связь. Почему мы точно знаем, что это связь? Потому что когда мы занимались с первыми слепыми детками из интерната, мы сказали себе, мы потратим на это 15 лет. Мы придем, и если через 15 лет совершенно слепой ребенок будет хотя бы отличать цвета, красный, желтый, синий, зеленый, это все. Он ходит по улицам, да? Он уже в состоянии реагировать на светофоры. То есть мы его более-менее адаптируем к обычной жизни. И с этой целью мы пришли, отобрали несколько детей буквально по желанию. То есть кто смелый, кто хочет. Кто не побоится, из класса подняли и вышли. Вышли с ними. И потом мы поняли, что с первыми было тяжелее. А следующие все новые и новые дети, они давали новые возможности. То есть сначала это было за две недели, потом это случилось за два дня, потом цвета стали получаться через 20 минут. Мы поняли, что надо, главное, научить проторить дорожку именно к этому информационному пространству и научить делать правильный запрос и получить, доверять полученному ответу. Почему Лиля о чем говорит? То есть у нас был мальчик, который, Филипп, у него один стеклянный глаз, другой закрыт полностью. Ну нет, глаз. Они недаром туда попадают, в эти места. Мы работали с картинками животных. И когда у него попался, мы эту картинку храним, она одна из первых. Животные, там стояли две зебры друг против друга. Он смотрит, посылает запрос, как по нашей методике. И он говорит, это зебра. Мы говорим, Филипп, ты учился, тебе кто-нибудь объяснял, показывал. Ты, может, когда-то видел зебру. Ну не сразу потерял зрение, может, вследствие травмы. Он говорит, нет, никогда, нет, никто не говорил. А каким образом-то это? Я, говорит, просто знаю. То есть у него именно знание работает как видение. Он не видит, но четко знает, что перед ним зебра. И он никогда не слышал об этом. То есть свидетельство было тому, что все-таки был послан запрос и получил ответ, даже не зная, что здесь. И ему просто пришел. Голос, конечно, не слышит, но информация, как вот наше имя. Как вас зовут? Вот вы же знаете внутри, хотя никто, никакого голоса там не происходит, не звучит. А вот мне интересно тогда, могли бы вы обрисовать картинку уже глазами ваших пациентов. А как он все-таки вам говорит? Как он? Вот у меня был такой опыт, я вам скажу. Мы работали с такой 13-летней девочкой, Злата. Это достаточно давно было. Много таких для меня тогда фантастических, как я говорю, происходило событий. Я приглашал своих соратников по службе, которые мне категорически не верили. Я вот эту девочку сажал за стол. И она там, так сказать, отвечала на любые вопросы, что там показывает телевизор в соседней комнате. Она с завязанными глазами, вот так вот глядя прямо, читала книжку, отвечала мне на вопросы, которые я задавал по физике. И даже это было очень давно, в ту пору, когда мобильникова еще практически не было. Так вот один из самых неверящих принес с собой мобильник, положил, ну она вот сидит вот прямо с бархатом, завязанными глазами, положил перед ней этот мобильник, потому что думает, ну Ефимов тут развел, все подготовил, она говорит, а до этого все уже тут срежиссировано. И вот он тут решил подложить свинью, он достает мобильник. Злата, а это что такое? Мобильник. А какой телефон там набран? А она называет номер телефона. Я потом с ней беседовал. Я говорю, Злата, слушай, ну ты мне расскажи, как примерно ты эту информацию воспринимаешь? Она говорит, ну я вот, ну она была с родителями, и родители, правда, я слышал, Злата, включайся. Я говорю, ну а что это такое? Ну они мне сказали, что происходит это вот на физическом плане так. То есть она закрывает глаза, видит такую абсолютную темноту, но объемную, не просто как бы так, черный цвет. И потом визуализирует светящуюся точечку, потом эту точечку разворачивает в линию, потом линию разворачивает в экран. Ну я, поскольку по образованию физика, понятно, что это развертка обычного телевизора, и перед ее глазами появляется, по сути, вот такая картинка, да, вот этот монитор, но он голографический, объемный. Она может немножко так заглянуть там туда-сюда, и она вот потом на этом мониторе пишет, ну она визуально пишет вопрос, и потом ей приходят ответы, она мне отвечает на мой вопрос. Вначале написав его. Вот, и, наверное, здесь разные способы, вот все-таки, как скажем, ваши, как-то они каждый по-своему, или есть ли какая-то единая такая? Злата умничка, но она договорилась, скорее всего, подсказанным способом, ей удобным, ей оказался он удобный этот способ, что таким образом она посылает вопрос, запросы, через такой привычный, как монитор или телевизор, в данном случае, она получает ответ. Это был договор мозга. То есть индивидуальная штука, это не... Индивидуальная, абсолютно, да. Если мы сейчас, вот точно по такому же принципу объясняли другому, его может не устраивать этот способ. Некоторые его, ну, особенно, сразу скажу, со слепыми. Какой монитор? То есть мы с ними не можем объяснить, как трава зеленая. Трава может пушистая быть, трава может быть теплая, трава может быть мягкая, но никак не зеленая. И солнце никак не желтое, и небо никак не голубое. То есть ему объяснять... А с лишним, это вообще, да, рождение слепое. Он может быть, монитор будет сейчас квадратный, прямоугольный, это они поймут. Но что такое, как зеркало, как монитор, им объяснить, например, вот эту технику невозможно. Поэтому приходит, мы вот взяли универсальную любую тему, каким образом договариваться он будет. Видит ли он через точку, либо через дырку, либо через экран, либо просто получает запрос-ответ вообще на уровне знаю, а не вижу. Для нас разницы никакой нет. То есть мы им показываем множество возможностей, выбирайте свой или синтезируйте из нескольких вариантов. Ну, для примера можно еще сказать. Зато получается у всех, сто процентов. Нет ни одного, которые сказали бы, а вот этот способ я не знаю, и мне не получилось. То есть такого нет. У нас были дети, родители которых были согласны, то есть вот прям спрашивать, узнавать точно, мучить как бы детей вот этими вопросами. Как вы это видите, как вы это делаете? И мы на примере картинок, когда дети безошибочно отличают, у нас там стопочка где-то примерно 100 картинок, и они вот так раскидывают на живое и неживое. Там мебель, одежда, даже зрячь, любые дети. И когда они раскидывают, мы стали спрашивать, как вы это воспринимаете? И у всех был абсолютно разный ответ. Допустим, да, девочка одна говорила, я вижу ноль, такой живой. И я вижу крестик, то есть мне показывают, что это оно там, где живой. Договор. То есть она так договорилась. Просто давайте потренируемся, давай проверим ноль, хорошо, переворачиваем, смотрим, что такое. Мы вообще с перевернутой информацией работаем, закрытой. О, живое, согласна? Давай проверим еще раз. А этот плюсик у тебя неживое. Хорошо, давай еще раз проверим. Убедилась? Убедилась? Поехали. Кто-то, кому ближе воспринимать все запахами, она говорит, я беру карточку, и пока я ее подношу, у меня ощущение, что, ну, есть запах какой-то животный, как пахнет чем-то. Если, допустим, это животное, она даже говорила, я вот чувствую запах, вот волки, да, шкура, мокрая шкура, что-то такое. А если это неживое, нет никакого запаха. А звуки слышат через чувства, звуки, мы помним пример, там была полицейская машина изображена на той стороне, говорит, я вот слышу. Вижу, мигают огоньки, слышу звук вил-вил-вил, вил-вил. Мы говорим, ну хорошо, что это такое? Ну, вил-вил, это и пожарная, и так далее, и так далее. Она говорит, принтер. То есть, где-то она услышала такой же звук, такое же мигание, и мы говорим, ну хорошо, звуки-то совпадают, действительно. Ну, это когда на периоде обучения, на стадии. Некоторых через чувства заходит, они говорят, чувствую любовь, чувствую страх, чувствую нежность. И мы говорим, хорошо, отлично, давай, 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 давай. А теперь назовем это реальными именами в нашем мире. Например, они говорят, ну, там, желтый чувствую, там, тепло. Мы говорим, хорошо, вот то, что это тепло, мы желтый назовем. Я там чувствую живое, животное большое, крупное. Но через, например, опасность, там, змея какая-то. Хорошо, давай, все, что назовем, ты чувствуешь опасно, назовем это вот хищниками. Мы их переходим, переводим в обычный язык, через некоторое время они начинают уже говорить. Это хищники. То есть, дешифровка идет вот такая. Но иногда бывает, вот даже через такое заходит. Ведь если задуматься, посмотрите, мы ведь точно так же с вами изучили цвета. Да. Когда-то мама дала вам мячик и сказала, что он красный. И вы просто поняли, что вот это чувство, которое вы испытываете, это чувство, что это мячик, и это чувство, что это красный цвет. Вы объяснили, да, вам сказали, вы согласились, вам сказали. 400 лет назад никто не видел в описании художественной литературе даже неба голубого не было. Оно было каким угодно, кроме голубого. Потом кто-то сказал, что это голубое, все стали видеть голубым. Назвали свидетель, вот Лилиин сын, он там до 4-5 лет, он не видел, он его называл серым. Еще она говорит, да нет, какой же она серый. Объяснил ему 3-4 раза, что он голубой, и все. Теперь она стала голубым. Вот это договор очень часто. Но цели, вот второй вопрос, да, цели. А вот я немножко еще уточнение, что действительно, вот вы говорите, даже через запах животное, действительно, видимо, как-то получается, что есть ноосфера, да, где есть информация вся обо всем. Ну, если угодно, Божья там вселенская информационная матрица, где все обо всем. И, наверное, когда вот идут ноосферные вот такие связи и процессы, да, вот картинка-то животного, но в ноосфере-то вокруг животного там не и запах, правильно? Очень много другой информации, конечно. Если все попадает в эту ячеечку, то в ноосфере, в этой ячеечке есть некие сопровождающие такие... Как вот, очень нравится мне, когда Черниговская, она говорит, что наш мозг, он воспринимает, допустим, яблоко и как цвет, и как запах, и как события, связанные с этим яблоком. То есть у нас масса информации в голове, и мы знаем, что такое яблоко, да, уже как бы даже нам не нужна картинка. Вы прекрасны, мы все знаем, что такое яблоко, да. И кто-то представляет себе, дети живо представляют. Почему вот мультики они любят смотреть? Потому что у них, как правило, информация декодируется через картинку. Но, тем не менее, на самом деле не важно, будем ли мы чувствовать вкус, вернее, запах яблока, будем чувствовать его вкус, или мы его увидим, мы все равно поймем, что это яблоко, даже по отдельным фрагментам информации. И я думаю, что вот этот договор с мозгом, он еще очень сильно привязан вот к таким ощущениям, как вот бывает человек, с более тактильным таким восприятием мира. Кто-то музыкальный, да, кто-то через обоняние. Мир-то мы видим все плоские. Вот сейчас вы бокал смотрите, и ведь объем заднюю стенку, заднюю ручку, вы дорабатываете, то есть вы договариваете. Ну да, задумываем, что наверное... Мы как бы детям всегда объясняем, я говорю, я вот так вытягиваю руки, я говорю, давайте вырежем меня из бумаги сейчас. Я плоский или объемный? Они такие берут, так, чик-чик, ой, а вы плоский. Я говорю, а посмотрите, все плоское. А все, что вы дорабатываете своим головой, умеете, да, додумай, вот. То есть по такому же принципу. Иногда нам достаточно первой информации, остальной мозг доработает или сделает до запрос. Кто-то когда-то видел затылок, понимаете, и он уже послал. Для меня очень важно, вот я теперь немножко по-новому, потому что мне казалось, что есть некие там универсальные технологии, вот одна, вторая, и ее просто нужно развивать. А фактически это строго индивидуальная такая штука, и каждый по-своему, у каждого, действительно, двух людей одинаково не бывает. Но что у нас тройка универсальна. Мы нашли вот этот ключ, который помогает им показать, что вот эту дают, эту свободу запрашивать. То есть, в принципе, показываем возможность. Наша задача была показать возможность, что можно туда пройти, может обнаружиться эта дорожка, можно правильно научиться запросить и доверять этому ответу. Каким образом? Они действительно сами. Но кто-то должен показать, как ходить туда. Ну, в конечном счете, я так понял, что человек должен поверить в такую свою возможность. Да, это основная задача. Мы, если посмотрим даже на миссию пророков, вот мы в концепции общественной безопасности это прописывается, ну и, собственно, Пушкин в свое время роль и миссию пророков прописал. Вот он прямо там, ну, по нашему мнению, пророки-то пророки приходили не для того, чтобы вот дать информацию просто, потому что, ну, можно было бы в письменном виде свыше подать и какой-то из пророков что-то написал. Но ни один из пророков ничего не оставлял из записей. И они, на мой взгляд, просто демонстрировали возможности связи человека, вот, если угодно, с высшим разумом. Да, то есть они сподвигали людей изменяться. И так, я так понимаю вашу миссию, что если вы демонстрируете, что, ребята, да есть такая возможность, то тогда у человека просыпается вот реально такая возможность. Но ровно с согласия запрашиваемого или желающего обучаться. То есть мы не как... Ну да, да, если ему это не хочется, то ему это уже все... Вот маленький ребенок, мы как с 4,5 лет начинаем заниматься, раньше все-таки не усидчивые, и там нужна как минимум час усидчивости. Мы у него садим его перед собой и спрашиваем, объясняем все, по-взорному слову, и спрашиваем, хочется тебе после нашего объяснения, есть желание такое? Он говорит, да, есть. Если нет, и в 6, и в 10, и в 12, и в 44 мы спрашиваем обязательно условия. Если человек не готов, а он просто бывает, ну не готов меняться. То есть его устраивает все как есть, и никакой новой сферы, и никакого сущности, ой, сознания, ничего этого не существует, и вот есть воздух, есть вода, и это меня устраивает, пожалуйста. То есть этот мир тоже никто не лезет его нарушать. Ну а вот о целях как раз вы уже эту тему затронули, и действительно, как здесь вот с этим, я понял ваш принцип, что это первое условие, что человеку это нужно, если не нужно, то ему никогда это не нужно. Ну действительно, любые знания, можно лишь взять их, невозможно дать, да? Да. А вот так, как вы на эту проблему смотрите в целом? Цели у всех разные. То есть если бы у нас была одна какая-то цель, то есть подключить, изменить, доказать возможности, у нас единой цели нет. То есть это, сразу же говорю, когда подключается человек, он становится, настолько чувствует вот эту разумность этого подключения, что она диктует ему цели. То есть интуитивно всё-таки у нас есть внутреннее понимание цели жизни. Мы его не можем обнаружить, мы поиском занимаемся, кто через образование, кто через духовное развитие, кто ещё, поиск этой цели всю жизнь. Но это помогает обнаружить внутреннюю как раз вот эту цель жизни. И идти легко, выбирая направление интуитивного плана, то есть куда пойти учиться или с кем встретиться, или какую литературу почитать, как думать, вот это показывает вот эту разумность в его внутри, и выбор цели, достижение цели становится более лёгким и простым, но персональной цели. То есть единой концепции, единой цели не существует. Получается, что цель вторична уже по отношению к конкретному человеку. Он сам увидит это, для чего ему. Если мы подарим на свою концепцию или своё видение, мы его ограничим. Вот вы знаете, это для меня тоже очень интересно, поскольку меня вот несколько раз приглашали в разного рода схемы энергоинформационного развития, и почему я даже... У меня к вашему семинару был большой интерес, просто по времени никак не получалось. Хотя я с москвичами приехал туда накануне, но потом у меня так вот занят был. Всему своё время. А ещё был такой элемент, и я теперь вот понял, почему я зря здесь какие-то опасения имел на этот счёт. Дело в том, что я сталкивался до этого с предложениями, вот когда меня напрямую говорили, вот мы научим тебя этому, вот научим этому, научим этому. И для меня эта модель была близка вот к модели развития вот этих самых культуристов, да, качков, которые вот накачали мышцы, они в поле-то никогда не работают, на нагрядках, но мышцы у них красивые, они ходят и демонстрируют. Но, как правило, потом они становятся больными людьми. И вот из моего опыта, я, очень много у меня было друзей, вот которые были просто заточены на энергоинформационном развитии, ну для того, чтобы вот показать, какой я вот крутой. В первое время возникает эйфория. Много закачивалось всегда, вот их судьба складывалась не очень удачно. Мы всегда предостерегаем родителей в этом плане. Говорим, не делайте из своих детей клоунов, которые на днях рождения будут демонстрировать свои способности. Сразу поймите сами и приучите себя, и приучите детей, что это инструмент рабочий, который будет помогать ребёнку в жизни во всех вопросах, которые его интересуют. То есть любой вопрос можно вывести логически, а можно вот путём запроса и ответа интуитивный, лёгкий и спокойный путь использовать. Да, действительно, разумность вот этого метода считывания информации показывает как раз-таки дорогу, как его использовать. То есть, в принципе, без запроса предварительного «зачем?», без ответа на вопрос «зачем я туда иду?», «зачем я начинаю в спортивном зале качаться гирей?» или «зачем я развиваю свой ум?» без предварительного информационного пространства. Говорит, я не понимаю, что тебе дать, из какой области, на что ты посылаешь запрос, зачем тебе это надо. Если вот этого предварительного нет вопроса, а лишь бы действия ради действия, или процесс ради процесса, в принципе, ну она говорит, ну пожалуйста, их есть у меня, называется, пожалуйста, бери, но ты же не знаешь, как это использовать, а и не спросил для чего. Я бы тебе ответил, но ты не спрашиваешь, ты просто тренируешь мышцы, тренируешь мышцы, а как использовать, даже не спросил. То есть, в поле ты не пашешь, действительно. В любом деле очень же важна мотивация. И вот даже возьмем изучение иностранного языка, да, то есть его можно изучать, а можно научиться говорить на этом языке. Все зависит от мотивации. Если человек хочет изучать, он будет всю жизнь изучать, и никогда слово не вымолвит. Но если ему нужно говорить, это четкая мотивация. На декабря, на встрече, переговоры провести, он заговорит. То же самое, у нас мотивация очень много. Вы мне напомнили из моей уже судьбы любопытный случай. Я немецкий учил-то в школе ВУЗе, а потом английский закончил курсы государственные. Все были там уже опытные, я с нуля, и в результате очень хорошо закончил, с отличием там и прочее. А потом так сложилось, что я лет 10 вообще не говорил на языке, и непонятно, зачем я его учил и прочее. Потом оказался в Соединенных Штатах один раз, второй раз, а в третий раз оказался в Оклахоме. И так получилось. С нашей стороны делегация, там 6 человек, с их стороны пришло человек 30, но это Южный Штат, там ни одного человека не нашли переводчика. И у нас никто, кроме меня, не знает английский. Я вышел, значит, и начал работать переводчиком. Хотя до этого... И включилось. ...не мог, ну, мог связать два слова вместе, а третье уже сложно было вспоминать. Я на таком, видимо, корявом английском начал все там говорить, и с той поры у меня нет проблемы. У меня нет вот этого чувства страха. Я знаю, что я любого человека пойму. Если я не забыл слово ёжик, то я скажу, что такой маленький, корючий. Мы точно, в нашей методике мы говорим, вот спрашивают, а это поможет в изучении иностранных языков? Я говорю, это поможет в понимании человека. То есть дело не в языке. Мы когда путешествуем по островам, где там туземцы на чирикающем языке разговаривают, я перестаю его пытаться разобраться, то ли он на английском, то ли он на каком там языке. Я просто включаю и говорю, я хочу тебя понять. То есть я хочу получить ответ, когда уйдет корабль. На каком-то языке говоришь... Ты серьезно, мотивация? Да, неважно. Мне надо уплыть на этом корабле, и я хочу тебя понять. Я включаю диалог сердцем с сердцем. То есть он мне говорит на своем чирикающем языке, и я ощущаю, что я его понимаю. То есть вот этот включаешь, расслабляешься, как вы сейчас и сказали. То есть я перестал думать над каждым словом. Я понимаю, что его можно заменить жестом. Я понимаю его мимикой. Можно махнуть, можно каким-то образом. И вот этот включаешь, а потом понимаешь, что в принципе язык вообще не играет никакой роли. Он наш посредник для того, чтобы наладить контакт. Если контакт налажен, и уже язык не нужен. Как вот в юмористических фильмах показывают, алкоголь расслабляет, и люди начинают понимать на любом языке друг друга. То есть они снимают вот этот вот блокиратор, расслабляющий, позволяющий говорить, забыть, что я тебя не пойму, или ты говоришь на другом языке. Все это снимается. А можно это снять осознанно? А осознанно, да, без всякого алкоголя, можно просто донести человеку это понимание, что это возможно. И я говорю, вот тогда ваш язык, который вы хотя бы базовый знаете, он подключится вместе с этой возможности, с пониманием, и ваш язык очень заработает. Даже маленький, минимальный, хоть вы немножко будете там знать английский, или французский, он вам... Будет ощущение, что вы прям говорите. Вы только что говорили о том, что вот сознание говорит, а что вы хотите взять? Это я вот недавно программу проводил, и, ну, тоже сравнение такое давал, вот розеточка на стене. Ну, и я говорю, что это примерно так же. Вот есть матрица сознания, она содержит всё во всём, да. Говорит, ну, вы определитесь, что вы хотите-то. Так вот здесь, вот есть электрический ток, он же, он говорит, ребята, ну, хотите комнату нагрейте, хотите подсветите фонарь, хотите там ещё что-то, но я же, как бы... Это универсально. А мы, многие вот из тех, кто старается чему-то научиться, они туда два пальца, да? И в энергоинформационном плане вот такой же результат может быть. Точно так же, да. То есть неосознанно сделаешь запросы или там просто лезешь туда, в принципе, конечно, может и долбануть. То есть у некоторых и методика говорится о том, что нужна какая-то техника безопасности. Многие там говорят, вообще не лезьте туда, там, вы не знаете, вы не понимаете. Мы говорим, что если, в принципе, не сразу лезть туда, а сначала осознать, осознать, что это такое, чем ты будешь использоваться. Объяснить принцип работы, хотя даже до сих пор ученые физикой занимались, не знают, как оно работает, что такое, но пользуемся. Ну так же и сознание, по одному взгляду. Это ящик сознания, мы не знаем, как он устроен, но знаем, что в него... Ну, разумность его ощущается, то есть это великолепно. Мы со многими, когда с кем мы позанимались, там люди какие-то примитивные сначала приходят с запросами, ну, буквально там, что-то личные проблемы решить, финансового плана, там еще что-то. Мы говорим, ну, в принципе, можно и с этим зайти, давайте, если хотя бы мотивация-то какая-то есть, ну, уже хорошо. Как только они начинают заниматься, я после заканчивается пять дней наших занятий, я говорю, теперь хочется этим заниматься? Да вы что? То есть... Это глубже, это шире, это интереснее. То есть это уже не интерес. Но я говорю, ну, хотя бы у вас был толчок к этому, то есть мотивация, вы с этим зашли, мы вам объяснили, рассказали, раскрыли. То есть у кого-то действительно вскипятить чайник в стакане достаточно, но когда первое, это мы говорим, классно, ты можешь заняться физикой теперь, тебе интересен процесс, как этот ток заинтересовал, давай займёмся физикой, давай после физикой квантовой механикой и квантовой физикой займёмся. И так далее. То есть у него пошёл процесс, но там разумно, она сама блокирует людей от ненужной информации, то есть если не готово сознание, оно не даёт ответов, буквально прикладное даёт то, что использует. Если человек готов шире, оно даёт ответы на концептуальные вопросы, о создании мироздания, концепции понимания, что такое Бог, ну широкие даёт понятия. Если кому-то надо вот именно процесс, борьба со страхами психологическими, какими-то своими неурядицами внутри, она даст на это ответ. Ну, кто что запрашивает. Ну, постепенно, в принципе, сознание развивается, мы видим, что люди, начиная от бытовых вопросов, переходят в более концептуальные. А вот те, кто с вашим центром как-то познакомились и связаны, это всё-таки такие разовые обучения, или это потом выстраивается в какую-то систему? Система. Она сразу подразумевает систему. Мы, то, что мы вот сейчас говорили, рассказывали, у кого людей как получается, это пять дней включения. То есть мы их подключаем. Вот то, что вы в пушгарах делали, это называется включение. Мы прямо четко говорим, что мы подключим, даём экзамен, где вы подтверждаете сами себе, что это действительно включилось, это не фокусы, это не гипноз, это вы проверяете, там, ну, сложные системы проверок, они убеждаются друг с другом, перед друг другом, доказывают друг другу, сложно. Потом, после включения, есть система, которая позволяет там в течение года разобраться, как это работает. Мы прямо каждую неделю проводим урок и рассказываем, разбирая настроение атома, заканчивая... Ну, это как с телефоном сотовым. Мы же пользуемся, включили поработать. Мы можем просто воспользоваться. А кому-то говорят, а мне интересно, а как, а по какому принципу? Я говорю, давайте разбирать. И вот мы начинаем вот это всё разбирать. И это система. Чтобы они понимали, что это не просто мистика такая. В результате этой системы, да, человек решает очень многие проблемы, допустим, по ходу, со здоровьем, с какими-то своими там бытовыми неурядицами. То есть... Гармоничная семья, пожалуйста. То есть, в принципе, очень нам нравится, когда муж с женой начинает работать. А если ещё и с ребёнком? Если с ребёнком, эта семья просто... Ну, она дышит, она живёт, она ощущает эту жизнь, она видит единообразие с этой жизнью. Она никогда, ребёнок в жизни не пойдёт, там не сломает дерево, не плюнет, его не надо этому учить. Он ощущает часть у себя этой жизни, и он видит биополя этого живого существа, дерева, как себя в нём видит. Просто прекращаются вот эти все воспитательные процессы, что надо делать, как надо делать, и больше ему ничего не надо объяснять. Он говорит, я это ты, как в животном мире Маугли, да? Ты это я, там мы с тобой одной кровью. Очень похоже, да? Он просто это сразу всё видит, всё ощущает. И больше объяснять родители, а муж с женой никогда не ссорятся между собой, потому что видят все процессы как наблюдатель, как со стороны, они видят все, как зарождаются эмоции, как текут мысли, протекают, как возникают чувства, возникают намерения. Как возникают скандалы, конечно, всё же, да? это тоже. Ну да, они же все из этого собраны, из этого перечисленного. И в принципе, видя, наблюдая вот это, они понимают, что каждый день они вот рождаются и умирают. Они просыпаются утром другими, и этот интерес поддерживается. Они путешествуют, читают, то есть, такой вот этот мир становится, и каждый день очень приятно вот эта смерть прошлого сознания. То есть, они говорят, утром я буду другой, и ты будешь другая. И они просыпаются и смотрят на друг друга и на ребёнка, на своего, как организм меняющийся. Они никогда не консервируют, что я женился на такой, а ты замуж вышла за такого, а сын у нас вот такой вот оболбок. Если кто-то не отвечает чужим требованиям, вот и конфликт. Он с этого кровь. Утром они все изменятся. То есть, он посмотрит фильм и это прочитает книгу, я завтра посижу, подумаю, и мы уже другие. А разговаривая со вчерашним человеком, его невозможно. Многие несут этот штамп через всю жизнь. Конечно, да. И блокируют даже себе способности к дальнейшему развитию. Почему мы призываем семьями? Потому что, когда один меняется, а второй не понимает этого изменения, он говорит, я вижу, что-то поменялось, но я не успеваю, то есть, я не поспеваю. И для них какое-то даже, ну, вызывает опасение, как так? То есть, человек вчера ничем не увлекался, не размышлял, никакой физики не думал ничего, и вдруг приходит и сыпет, сыпет, сыпет пространство. Это некое пугать. Ну, хорошо, если умные люди, которые говорят, и я тоже хочу, и прям, отстает тебя буквально за месяц, я просто понимаю, что я уже сильно от тебя отстал в развитии и иду тоже заниматься. Ну, если вместе, вообще идеально. Ну, а вот, наверняка, кто-то из наших зрителей заинтересуется вот этой тематикой, как можно познакомиться с вашей школой, что здесь возможно, личные только занятия или в режиме уже дистанционном что-то возможно, вот немножко тогда, может быть, уже непосредственно расскажите для тех, кто хотел бы поближе познакомиться с вашим центром. Включение, вот этот пятидневный семинар, он не проводится онлайн, он проводится только с выездом, вот сейчас мы сюда приехали. Приличные встречи, да? уже Челябинск скоро на подходе. В Челябинск? Да, в июле будет в Челябинск. А в июле, вы знаете, я вот в начале июля, видимо, со 2 по 5 июля буду в Челябинске, ну вот в это же время, да, примерно? С 3 числа начинается семинар. В самом Челябинске? Да, в самом Челябинске. там 10 минут езды, там зона отдыха Курочкина, такой большой, какой-то туристический комплекс такой, 10 минутах езды на границе города. Ну вот дальнейшие занятия мы проводим. Ну опять-таки не совпадение. Может быть, вот это и есть то время, которое придет. Но я со 2, пока договорился со 2 по 5 июля, там будет, сторонники здорового образа жизни собираться. Если захотите, вы увидите, пространство создаст условие, которое позволит вам задержаться или приехать чуть раньше. Но, в принципе, онлайн не проводим такого плана, потому что все-таки требуется личное присутствие, настрой. Люди разные абсолютно. Когда собираются со всех, вот сейчас уголков собрались там и из Казани, и из Одессы, и из Надыма, и из Литвы приезжали люди со всех концов, и они все разные, образование, уровень. И в онлайне, не чувствуя человека, тяжеловато именно это. Остальное у нас порядка 15 различных семинаров и по оздоровлению, и по личной психологической консультации, и занятия после вот этого семинара. Множество проектов у нас в онлайне работает. И скорая там душевная помощь, то есть человек может с любого части мира позвонить и решить, просто помогите мне решить какую-то проблему, мы решаем с ним онлайн. Это да, это много, но именно... Когда включен уже, да? Да, когда включен. Семинар пока что требует нашего участия, но не вышли на тот уровень, когда это можно онлайн передать. Ну, а я думаю, что может быть и... Мы развиваемся. не уверен, что это решаемо, потому что ряд процессов, которые идут вот глаза в глаза и при личном присутствии, это одно. Вы знаете, вот по дельфинам я могу вам сказать, что в разных ипостасях там с командами работал, кто вот занимается дельфинами, но там очень много, на мой взгляд, дельфины чуть дальше продвинулись, чем мы. Да, действительно, вот как-то там в Новой Зеландии такой случай был, когда одновременно 200 дельфинов выбросились на берег. На мой взгляд, это они просто такую показательную операцию провели людям, чтобы показать людям, если вы испортите биосферу, то место, где вы живете, то с вами будет вот то же, что с нами, потому что там начались испытания каких-то подводных серьезных объектов в той зоне, где жили дельфины. Они это продемонстрировали. Но одновременно у нас на Черном море в это же время, вот это была массовая акция дельфинов по всем точкам. В это время наши дельфины, им выброситься было некуда в бассейне, они все легли на дно. Никогда такого не было. Вот одновременно проходило в Новой Зеландии дельфинов там, а здесь они легли на дно и лежали на дне. Поэтому вот есть, наверное, нечто, что вот не передашь. Так вот, по дельфинам я вам хочу сказать одно. когда проводились такие эксперименты, вы, может быть, о них слышали наверняка, живой оркестр исполняет какую-то мелодию, и дельфины все дружно из самых дальних краев собираются, и у них начинаются определенные ритуалы под живую музыку оркестра. Потом этот оркестр записанный включали магнитофоны, включали динамики, все, никакой реакции вообще. Да, конечно, энергетическое искажение в любом случае происходит. И, наверное, здесь тоже вот есть какая-то часть, которая генерируется вот непосредственно возможностями самого человека. Да, конечно, это и мы преподаем, когда говорим, это и слово-образ, слово-образность, и, конечно, и голосовые вибрации тоже. Тонко, досконально мы сами, честно сказать, не впадали в исследовательскую деятельность самого этого процесса. Мы знаем, как обучить, знаем, каким образом это включить хоть у 30 человек, хоть у одного, но досконально вот эту базу исследовательскую мы обращались ко многим ученым. Объясните это, да? Объясните, и хотите исследовать, у нас нет возможности просто времени на эту исследовательскую исследовательскую. Иначе мы сядем и будем писать. Мы люди не глупые, можем и написать, но некогда, честно. Это ответ был не подпишемся под этим. Практика критерии истины. Работает, видим, покажите, ребята, приглашаем, показывают. Во, классно, не подпишу. Почему? Потому что разрушают науку. Расхождение с наукой всегда связано с тем, что для науки повторяемость критерий истины, а в таких вопросах очень много абсолютно неповторяемых вещей, то есть они индивидуальны, здесь одно, здесь по-другому. Им нужна система, когда мы работаем с карточкой, вот сейчас слепой человек 80-20 года, на третий день 25 из 25 символов, там различные символы. Видит, различает, но не видит, Наука, она говорит, нужно было бы провести как минимум 50 тысяч опытов, чтобы доказать, что это так. Да я просто уверяю, чтобы сейчас человека зрячего 50 тысяч раз, он и то ошибется и скажет, я уже, они скажут, да по-моему это и не зрячий, потому что ты уже ошибся, просто сама статистика, но им нужно 50 тысяч раз, у нас нет времени садиться и 50 тысяч раз. Иначе это не наука. Да, иначе это не наука, и так во всем. Ну да, я приводил пример, частенько у меня, как-то одному из своих знакомых рассказал о том, что Иисус Христос все-таки посещал землю русскую, он был в шоке, весь вечер продумал про это, говорит, я историк, ну такое как бы и утром, ну обращается уже, а как же тогда так, утром, когда он случайно взял книжку с полочки, случайным образом раскрыл и в первом же попавшемся абзаце вдруг прочитал, а ведь когда Иисус Христос с Юрочкой до Николой уходил по земле русской, по деревням русским, так он одинаково относился к бедным и богатым, люди говорят, а он больше молчит и слушает, я где-то прочитал. рассказ Максима Горького Калинина, открываю действительно так, вот, но это вот единичный случай, когда вот человеку он задал вопрос и получил ответ, вот, но наука признает этот факт научным только тогда, когда, а вот теперь вы расскажите это, вот завтра они тоже, пусть книжку откроют, и пусть тогда прочитают, и это будет научно. И это можно 50 тысяч раз повторить. Когда у нас люди запрашивают информацию, мы говорим, обращайте внимание на все, то есть вывески, рекламные щиты, мы говорим, что мультфильмы могут с вами разговаривать, лучшим образом, вы можете вытащить откуда угодно, какую действительно... Главный настрой должен на эту информацию. Как говорят гадалки, хорошая гадалка, говорит, гадает по одной чаинке на дне стакана, ей нужна настройка, ни чай, ни кости, ни бабы, не играют роли, никакой. Вся эта атрибутика, которую там показывают на битве экстрасенсов и так далее, зажигание свечей, ломание каких-нибудь спичек, это способ настройки, они так договорились. Для людей же это атрибутика, а если еще, не дай бог, будет черное зеркало или простынь какая-то натянутая сзади, это уже магия. А если это будет косточка какой-нибудь курочки, то это уже черная магия. В принципе, мы говорим, это настройка, но настраиваться можно вот даже на этом узоре этого стола. То есть, в принципе, нам для этого не требуется. У нас интересный очень мальчик был, это вот пока что единичный случай. Ну вот подростки же любят какие-то такие рэповые песни или роковые композиции, где смысловая нагрузка такая хорошая, не по пса, там про тазики и про баньки, а вот смысловая какая-то нагрузка. У него очень много было, видимо, песен в фонотеке, он постоянно что-то слушал, в наушниках, и когда он начинал работать, включался в прием информации, он, кстати говоря, это вот очень такой интересный случай, он снимал информацию, просто вот разговаривая, вот так вот сидим, разговариваем, я говорю, но на всякий случай имей в виду, что там я положила в другой комнате, на столе, режет картиночка, и как бы вот что придет, то и скажешь. И в конце часовой беседы, он говорил, там обезьяна нарисована. То есть он даже, ему не нужно было тишины и сосредоточения, для того, чтобы запрос пошел. А отвечал он, многие запросы отвечал и словами из этих песен. Да, вот что было. Он говорит, а можно я вам включу эту песню? Я говорю, давай. Он там находит у себя в плеере, или сам начинает напевать, то есть там ровно присутствует... Там солнышко нарисовано, он там... Песня про солнце. Звезда по имени солнца, предположим. Звезда по имени солнца. Или там даже какой-нибудь трактор, он и то найдет, это там техника. То есть он так нашел, интересно. Мы говорим, ну, конечно, сложноватый путь. Ну, его собственно. Зато он прекрасно считывал любую закладку в книгу, вот так поставишь, он просто сразу, на что на странице написано, он прям закрытый, это читает. Очень хорошо, с юмором, конечно, но на удивление, мы же все подмечаем, записываем, составляем базу. Очень хорошо, когда закладка это 100 долларов. Ну, или там какая-нибудь виджаальная. Но при этом книжку не нужно раскрывать. Нет, не надо вообще. А клали открытку какую-нибудь. Просто это маячок такой. Это тоже энергетическая структура. Это же энергия, деньги там. Мы какую-нибудь крупную купюру, он сразу ее видит. Для детей это конфеты, естественно. А конфеты дети вообще, то есть куда бы ни запрятал, он хоть в книжку положил, он говорит, конфеты. То есть, в принципе, вот что-то такое, где есть энергетика, в открытке или в закладке бумажки нет там белой лица. Таким образом, вы говорите, произошло включение. Ну, какими примерно навыками дети обладают? Вот, видеть там предметы какие-то, где-то находящиеся в другом месте, чувствовать... километры... Потому что знать ответ на решение задачи, не применяя решение. То есть, не расписывая решение. Был такой случай. То есть, наш 14-летний мальчик очень хорошо работал. Ну, в школе им были недовольны. Ну, как недовольны? То есть, он как бы показал, что он уже 14 лет переходный возраст, и подростковый вот этот максимализм. Он научился получать ответы, не решая. Все на вопросы, все примеры, которые на доске написаны, он ставит быстро ответы. Учитель спрашивает, каким образом ты решил? Покажи систему. Он говорит, я не знаю. Он ответ правильный? Он говорит, правильный, но ты мне покажи решение системы. Он говорит, я не знаю. Дети смотрят на него. Говорит, так, авторитет учителя падает, этот может, ответы знает, а этот что-то требует лишнее. В общем, смысл в том, что его вот этот, он говорит, уже начал хамить учителя, он говорит, ну что ты от меня требуешь? Ну правильно, правильно, можно я сяду? И вот таким образом, в принципе, он начал себя так вести, а наша система еще образования не готова к такому моментальному. Была, там у нас есть в школе Вальдорфская школа, немцы, сразу увидели, мальчик, идем к нам учиться. Мы найдем применение твоему таланту. То есть, в принципе, у нас может очень много глобальных вопросов, которые мы не можем найти ответы на них, ты нам дашь, а мы потом разберемся, сами выясним как. А вот эти новые качества на сферу, дети индиго, как-то вот вы эту тему как воспринимаете? У нас есть одна знакомая, которая прям вот занимается детьми индиго. Мила Ливанович. И она все время говорит фразу, которая нам очень нравится. Она говорит, детей индиго не бывает, дети все индиго. Все дети индиго. Просто некоторых индиго, да, вот именно способности уникальные есть у всех. Просто некоторые родители в зачатках это задавили. И мы вот так же относимся ко всем детям. То есть, действительно, у каждого есть эта способность, она не раскрыта. То есть, то, что называют индиго, или сейчас новая система, там, кристальные дети, кристаллические, это как бы уже следующая категория. Это люди, которые как-то хотят эту систему нестандартную, а обозвать и дать ему определение. А в принципе, ну, есть эффект сотой обезьяны. Мы же сейчас с вами то поколение все время, которое работает ради детей и делает все для детей. Мы с вами придумываем эти гаджеты все дни для себя лично, а мы уже свой ум, концепцию ума развиваем на этих приборов. И наши дети через наше ДНК получают все знания. И обвинять их в том, что они получили от меня то, что я чему обучался в университетах и так далее, и говорить ему так, ты не пользуйся тем, что я уже знаю на уровне подсознания, а учись все заново. Ну, зачем проходить еще этот путь? Он получил и сейчас он может легко пользоваться, как видите, да, трехлетние дети уже на компьютере, все это, а я сейчас ему запрещу, скажу, нет, давай Азбуку учить в 7 лет, как мы с вами учились. Мы прошли этот путь, чтобы сотая обезьяна, это эффект сотой обезьяны, сотая обезьяна, этот ребенок наконец-то все путь, который мы проделали, хоть даже... получил генетически. Получил генетически и уже начал пользоваться, а мы ему завидовали. То есть сказали, молодец, мы для этого и жили, теперь ты живи для следующих. И он не обидится, очень многие родители, честно, обижаются, когда их дети умнее. Мы поражались, мы говорим, вы хотите сделать их чуть лучше себя или такими, как вы? Если вы хотите какие-то свои амбиции, которые вы не доделали, не смогли реализовать на детях, ему, может, это просто не нужно. Он уже это знает, уже это понимает. Дайте ему развиваться, дайте ему свободу, помогайте, подставляйте плечо, он сам определит и по наитию найдет это. Но у нас просто дети приходят, но семилетние, честно, умнее взрослых. И они их прямо стук по голове, куда лезешь? А вот ваша аудитория все-таки вы упор делаете на детях или в равных пропорциях? Или как получается? Нет, дети, взрослые, слепые, слабовидящие дети и взрослые. Мы не делаем различий, просто немножечко есть разница в восприятии. Естественно, те, кто уже нажили какой-то определенный жизненный опыт, знают, что возможно, что невозможно в этой жизни. Вот взрослым нужно пять дней, как минимум, и активный мозговой штурм. То есть прямо научиться думать по-другому. физика, психология. У детей это получается А упор на слабовидящих у вас, да, есть такое? Нет. Мы почему занимаемся со слабовидящим? Здесь понятно, почему это нужно. Мы занимаемся с ними, потому что если даже у них получается, а у них нет собственной базы данных у многих, ну или очень слабая, то это лишнее подтверждение нам и всем зрячим людям, которые попытаются, что это возможно. Если уж он не зрячий, это делает, то уж зрячему человеку, у которого... Дети сейчас у нас учатся и не только дети, взрослые в университетах на общих основаниях, никто не подозревает, что они слепые, уже заканчивают четвертый курс, ездят за границу, даже никто не знает, они сами передвигаются по городу. Ну почему? Еще в Толдыкургане заканчивают колледж, уже, то есть это уже даже никто не подозревает, что они на общих основаниях учатся, как обычные дети. Мы социализировали прямо путешествия, подписи документов, их же этому не учат, их ограничивают. Они ответственны за то, что они подпишут, за то, что они читают. Это они уже выбирают, они за них выбирают. Чаще всего за слепых их просто, ну, я не знаю, опекают, конечно, все. И этим же выкидывают из социума. Мы вас будем опекать, мы будем вас оберегать, но в социуме вы участвовать не будете. То есть, вот вам определенный круг, там, делайте буговицы, и все, и не лезьте. А почему, мы просто поразились, почему в интернатах не учат обычные азбуки, обычные вот кириллицы. Вы знаете буквы, сделайте их объемами, дайте детям пощупать. И все. А мы говорим, вы знаете букву А, там, Б? Нет, не знаю. Мы только по точкам по этим. То есть, они не видят изначально, и им закрывают эту возможность. И потом, это не делайте. Это не... Дети приходят, они не знают даже, как налить воду, не знают, как застегнуть пуговицу. Я говорю, ну, ведь пуговицы застегнуть вы и так можете без зрения. Очень много их ограничивают и не дают. Не смотри, не ходи, не сиди. Родители их ограничивают, я сама и так далее. Они абсолютно здоровые, нормальные люди, которые могут социализироваться. И с нашей методикой это дело. А у вас вот территориально, вы по преимуществу в Казахстане работаете, да? Сейчас, да, вот только выходим на Россию, это был первый семинар в Пошкинске. А, первый семинар в России? Первый семинар в России. Это очень интересно. Мне очень приятно, что это на моей родине произошло. И нам очень приятно, Россия нам открылась. Впечатления очень приятные. Все сейчас прямо окружение Пушкина нам совпало так, что и в Питере только везде Пушкин. И теперь я вашу передачу смотрел, знакомился, так сказать, заочно с вами. Все, вы любите Пушкина. И везде Пушкин, Пушкин, Пушкин. То есть куда бы сейчас внимание, все на Пушкина. Пушкин открыл нам дорогу сюда. И очень, очень благоприятно принял Петербург. Погода великолепна. Мы все говорят так. Ну, с точки зрения осадков, люди открываются, все встречаются добрые, хорошие. То есть мы ни разу не встретили кого-то, кто бы показал какую-то Россию с другой стороны. То есть интуитивно Россия подтвердила, что это правильно. Да, принимает нас. Нас принимает, что мы идем хорошо. Ну вот Пушкина мы не случайно называем пророком русской цивилизации. И он как раз о пророках говорил так. С рассказом Моисея не соглашу рассказа моего. Он вымыслом хотел пленить еврея. Он важно лгал и слушали его. Бог наградил в нем слог и ум покорный. Стал Моисея известный господин. Но я, поверь, историк непридворный. Не нужен мне пророка важный чин. Вот Пушкин так понимал вообще миссию пророка. Потому что я говорил, пророк это он иллюстрирует просто всем нам. Ребята, да вы такие же, как я. Вы тоже можете. Ну что же вы поклоняетесь мне-то? Вы работаете над собой. Нет, действительно. Мы всегда обращаем, как только мы обучаем человека, как только даем возможность, мы говорим, теперь вы больше в нас не нуждаетесь. Всю ответственность вы принимаете на себя. То есть за ваши действия, мысли, помыслы, чувства, размышления, выбор, пути, за принятую информацию, использование, вы принимаете ее на себя. Но это сначала кажется тяжело, а потом очень оказывается, когда имеешь возможность выбирать и право выбора чувствуешь, и это идет все время осознанно, это легко, и все ощущения внутри возникают, это правильно. Мой путь правильный. И больше в нас не нуждается. То есть мы говорим, вы, мы делаем из вас личных психологов, личных пророков. Сами себе пророки, сами себе психологи. Мы отходим в сторону, и у нас всегда есть еще люди, которым нужно еще открыть. И полностью, в соответствии с нашим взглядом, мы считаем, что каждый человек это пророк по отношению к остальным. Вы меня можете значить одному, я вас другому. Да, да. То есть в этом смысле. Вот просто... Более того, это самый короткий путь вообще познания этой реальности. Потому что вы изучали какую-то определенную область, потратили там много времени, энергии. И у вас огромное количество знаний. И в концентрированном виде буквально сейчас можете там, ну, месяц, год, я не знаю, пласт вашей образования и науки передать нам это не требуется. Нам не нужно будет читать те же книги, которые читали в концентрированном виде. А что мне почитать? Я говорю, ребята, то, что я читал, вам уже читать не нужно. Потому что я вам сейчас это все на семинаре. А то, что я читаю сейчас, и вы бы это не подготовлены, вам это тоже не нужно. Потому что вы не поймете. Так что давайте попробуем включиться. И вот этот пласт вам больше не нужен, потому что я передал вам уже. Я это переработаю. Я за вас это сделал, работаю. Вам не требуется 20 лет читать. Вы уже не нужно. Они даже, многие, не актуальны. Потому что все изменилось. А вот после включения вы выбираете уже сами ту литературу. Я вам просто больше не буду говорить то, что вы по наитию обнаруживать будете информацию. Или людей, или фильмы, или просто будете с травой беседовать. Кому как удобно. Вот у нас здесь еще есть и заинтересованные участники нашей беседы. Может быть, какие-то вопросы есть, Михаил Викторович? Нет вопросов. Очень приятно. Так приятно, да. Когда мы, кстати, на семинаре всегда говорим, ребята, вопросы, так прям правила проведения семинара, которые возникают во время семинара, записываем на бумажечку и откладываем до конца семинара. Если мы во время семинара не ответим на эти вопросы, то есть у нас порядка 46 вопросов, сами проработанных и отвеченных. Вы задаете, и мы отвечаем. Есть вопросы? У людей нету. То есть, в принципе, вот этот вопрос, сейчас, когда нет вопросов, то есть беседа состоялась. Мы сказали то, что нужно было сказать. Так, ну вот вопрос есть там, да? Давай, Вася. У меня один вопрос. Мы познакомились уже с Василием. По поводу сети интернет. У них же тоже содержится огромное количество информации, и люди, которые, одно дело, считывают энергополе человека, это, ну, в моей карте реальности укладывается. А как вот прям постучиться к интернету, тоже можно на уровне мыслей. Сейчас попробую ответить. Во-первых, там же просто колоссальнейшая информация просто на любую тему. А интернет внутри информационного пространства? Как вот такой провокационный вопрос? То есть, всё, в любом случае, он есть. Каким образом Вы формируете запрос в интернете? То есть, как получить, например, запрос, ответ на вопрос о клубнике? Вы должны задать конкретно, да, клубника, ягода. Потому что мы все знаем, если мы просто наберём клубника, это будет что? Порядка 25 сайтов клубнички. То есть, в принципе, правильно формировать вопрос нас учит, вот как раз-таки интернет уже помогает. Да, навыки нам закладывают. Он говорит не просто цветок, а конкретно, иначе ты получишь 2,5 миллиарда ответов, что такое цветок. И вот здесь точно так же мы учим правильно формулировать вопрос и получать ответ. И говорим о том, что всё-таки время придёт или приходит создание биоинтернета. То есть, в принципе, сейчас модель этого интернета от компьютера к компьютеру будет заменена от человека к человеку. То есть, вся информация у нас есть, мы её туда отсылаем, но нам нужны пока посредники. Нужен телефон для общения, нужен интернет, компьютер, подключение. Но сейчас всё больше, то есть, мы уже доверяем и Wi-Fi, каким-то образом передаётся. Мы говорим, да ладно, какая-то волна, я сейчас включу и пошёл работать. И все даже не задумываются. Сейчас маленькие дети, все вот в машине последний раз ехали, она говорит, там, мама, включи Киркорова. Она говорит, ну где? У меня сейчас нету Киркорова. А та даже не понимает. Она говорит, да, включи Киркорова и всё. То есть, она говорит, да мы не вне сети сейчас. То есть, у ребёнка уже, она не знает. Да, Киркоров повсюду. Он должен просто его включить. И вот когда-то, вот прямо в ближайшее время, вот, может, благодаря нам, вам, всем включится, заработает вот этот биоинтернет. И тогда вот твой вопрос, он просто отпадёт. Ну и потом, здесь в дополнение, я просто сказал бы, что в интернете не может быть ничего, что не прошло бы вначале через... Да, конечно. Вначале здесь, а потом это завели, а потом это достояние на сферы. То есть, это не важно, через интернет ли это информация. Научимся делать запрос и доверять полученной информации. Сейчас мы немножко ещё вот это вот, почему-то с лёгкостью доверяем полученной информации из интернета, что я задавался вопрос, а почему вы так доверяете ему? То есть, вы запрос делаете и полученный ответ используете. Очень много ошибок, кстати, в дипломных работах, и все люди бездумно качают, и туда... Я говорю, пока не пропустишь через себя, через свои знания, через понимание, нельзя этой доверять информации, кто его забросил туда. Каким образом? Она не прошла проверку. Вот там более-менее в Википедии, да, проверять, но и то люди сами туда заносят информацию эту. И... Как же... Как? Это же в Википедии написано. Или там... Мы говорили так интересно в первых этапах ещё там, когда начинали работать, ещё информации там, ни телевизионных программ, ни ток-шоу с нами не было, ничего. В Казахстане очень много информации, сейчас передача снимается. Но мы сами заносили информацию и себе на сайт. И люди такие, вы знаете, рассказывают нам, я, говорит, пробил о вас информацию, я выяснил. Я говорю, и каким образом? Он говорит, я на сайте видел видео, вы там говорите, и про вас там говорят. Я говорю, я такой говорю, вообще-то это мы эту информацию туда засунули. То есть, человек понимает, я сижу живой, вот он рядом, говорю. Интересно, да. Но я пробил, говорит, вы есть, мы с Лилей говорим, да вообще-то на сайт это мы разместили информацию. То есть, доверие человеку через электронный источник более, чем я, и Лиля сидит и говорит. Но, пока что доверяем машине. Когда с сердцем начнем слышать и перестать, мы научимся разговаривать на любом расстоянии без компьютера. В завершение, это я хотел сказать, что вот для меня, конечно, очень символично, что ваш первый приезд в Россию прошел через Пушкинские горы, а сегодня визит в город Пушкин. И это, конечно, для нас очень серьезное такое мистическое явление, потому что мы Пушкина воспринимаем по-особому. Вы знаете, что второй смысловой ряд творчества Пушкина это то, что будет, видимо, осмыслено человечеством в 21 веке. И тогда очень многое откроется через Пушкинский горы. А мы, знаете, как были удивлены, когда мы поехали после семинара сразу Михайловская, Петровская смотреть. И экскурсоводы вот ровно выдержки нашего семинара людям дают как мысли Пушкина и как мысли его последователей. То есть вот слово в слово идет. А Воронич вы посещали? Воронич мы не успели. Ну вот Воронич для меня такое, может быть, самое мистическое место. потому что вот в моем представлении все-таки там, где могила Пушкина, там тела его нет. Ну и вот у меня такие непонятные ощущения, что, может быть, это все-таки Воронич. Ну вот еще там есть у нас вопросы. На могиле мы его были, но у меня вопрос к Виктору Алексеевичу. Как вы считаете, Виктор Алексеевич, направление, которым занимается Олег Слили, какую роль может сыграть сейчас в параллели с национальной идеей России в будущем России в мире вообще, если вот развивать это сейчас? Ну вы знаете, вот мы действительно так вот где-то начиная с 89-го года такая очень серьезная в России команда сформирована условное наименование этой команды внутренний предиктор соборной социально-справедливой России и есть концепция альтернативная ныне господствующей библейской концепции, которая доминирует на земном шаре. Мы считаем, что вот эта концепция понимает все и вписывает все то, что происходило до этого. И мы готовим собственно такой переход. Интересуются этим всем. Вот даже для Лондона я тут недавно готовил книжечку, могу ее продемонстрировать. это был прямой заказ из Лондона глобальная трансформация русский проект на английском. На английском. Вот. Но основная это цель концепции к чему сводится? К изменению самого человека. Да. И поэтому вот ваша школа она как раз и работает на то самое главное ради чего шли разработки концепции. То есть конечная цель это новый человек. Вот человек третьего тысячелетия. Потому что вот что такое человек сегодня понимания нет на земле, что называется. Мы изучаем там дальний космос, ближний космос. Но вот он космос. Вот здесь все. Здесь настолько фантастики. И я думаю, что ресурс свой мы используем там, ну дай бог на 2-3 процента. Вот если говорить о всех возможностях человека. То есть нужен иной взгляд на человека. И по сути наши наработки они нацелены на то, чтобы помочь вот этому становлению, становлению нового человека. а вы это с другой стороны делаете. Мы говорим, человек должен быть осознанный. И в итоге мы говорим то же самое. То есть когда ты осознаешь себя, осознаешь свое окружение, осознаешь природу, вокруг тебя находящихся, ты не можешь не меняться, не можешь не развиваться. Мы говорим, вы сейчас как хорошо сказали о задействованных 2-3 процентов. Мы говорим, что машина работает всегда на 100 процентов. Но задействуем мы действительно 2-3 процента. Если мы хотя бы своей осознанностью добавим еще 2 процента к нашим 3 процентам, которые нам позволят существовать в этом мире, то это, конечно, изменения глобальные будут. А работает она всегда, то есть на 100 процентов. И мозг работает всегда на 100 процентов. Только мы половину работы не осознаем. Не осознаем. Сейчас вот ученые последние доказали просто поразительно, что во сне мозг работает в 7 раз быстрее, чем в осознанном. То есть что он делает, никто не знает. Говорят, что обменивается с информационным процентом, делится на копленном за день. Когда-то мы наверное поймем, что действительно с чем мы имеем дело. Но если мы не сделаем этот первый шаг, второй и третий, то это понимание будет вечно ускользать. Потому что вот эта никчемность наших попыток технологического такого технического прогресса на фоне того, что мы забываем о себе, но известный факт, что только что, не так давно, может быть назад была такая информация, что все возможности компьютеров земного шара наконец-то сравнялись с возможностями мозга одного единственного человека. Так вот, это одного единственного умноженного на миллиарды мы не замечаем, а вот мы еще одного человека, если сделали за там три тысячи лет. Вот здорово, ребята, посмотрите, какие мы... А то, что у нас природа создала, дала... То, что у нас миллиарды таких коробочек уже готовых, которыми мы не пользуемся, это нам неинтересно. Ну, давайте какого-то из железа что-нибудь сделаем, вот там посмотрим. Отвлечение, конечно, и внимания. В принципе, действительно, сейчас вот большой исторический пласт русской культуры поднимается, через русскую культуру говорит о том, что все это уже было, все это использовалось. способности были включены в людей. Действительно, вот эта революция техническая немножко нас отвела в сторону, сейчас мы пытаемся механизировано заменить и восполнить, вернуть то, что было и так дано природой человека. Немножко... Это сейчас, конечно, нет смысла идти назад и все это забросить и выкинуть. Мы не зря это проходили путь, но есть понятие такое, вот мы с Лилей говорим, это квантовый скачок. То есть, в принципе, никто нам не запрещает, не нужно возвращаться назад, можно просто сознание перескочить на этот уровень. Новое качество. Да, новое качество. Мы не зря все-таки проходили, мы никогда не говорили, нет, ничего зря. Но стартануть, то есть, мы же подошли каким-то образом, через это подошли, мы стали этими людьми, эти мысли пришли к нам сейчас разговаривающие только через это, ни другого пути не было. Значит, все-таки шли и сейчас возможен этот скачок. Надеемся. Я скажу, что пару раз здесь посещал Краснодарский край, это предгорье Кавказа, Псибай. Очень серьезная команда формируется, где хотели бы заложить, если угодно, такой пилотный проект биоэкологической цивилизации, которая вот живет, прежде всего понимает, что такое природа человека и что такое природа. И вот там планы, задачи, это сделать, это, это, я попытался там показать, что, ребята, вот все-таки самое главное, это новый человек. А когда он появится, он решит и это, и это, и это. То есть не надо браться, вот давайте это решим, это, это, а давайте попробуем сосредоточиться на самом человеке. Если мы изменим человека, то эти люди, они решат все, они и с пьянством бороться не надо будет, и не надо будет. А как на самом самом деле? Вот в нашем кругу нелепо говорить там о вреде алкоголя, а просто, ну вот у меня сын, к примеру, он в течение жизни гарантированно не сделает глотка алкоголя, не потому, что это вредно, просто он мы тоже сами. Никогда не пробовали и никогда нет интереса. То есть это все, кому интересно, он поддерживает интерес, он через это проходит, может всю жизнь проходит. Но мы говорим, что этот интерес уже был восполнен другими людьми. То есть поколение, которое первый раз попробовал табак или алкоголь, им нужно было тоже это испытать. Они прошли, испытали, и я чувствую внутри, что когда-то генетически мы это уже использовали и прошли этот опыт. Сейчас мне не интересно. Возможно, это то, чем мы занимаемся в следующем поколении, тоже покажется неинтересным. Ну что это такое? Кстати, вот эти мысли очень созвучны. И что интересно, мы сами всегда говорили об этом, сами себе, между собой и всем своим ученикам, которые прошли наши семинары, мы говорили об этом. Но вот здесь вот в России впервые мы не говоря об этом получили эту обратную связь от людей, которые пришли на семинар. Они сказали, ребята, видеть закрытыми глазами, считывать эти картинки, видеть эти цвета, это не главное. Мы поняли, что вы приехали и помогли нам включить сознание, включить его по-другому. структурно изменить. И уже вот все вот эти вот навыки, они идут прицепом как бонус. Мы говорим, да, это не человек. И все это будет. На глазах очень много случаев прямо на семинаре произошли. Мы видели, как бы уже понимаем, чувствуем внутреннее, чутьем вот этой интуиции, что это за человек, с чем, с какой болью он приехал. И просто это свидетельство, просто взгляды и людей, лица меняются, просветляются. То есть отпускают все внутренние обиды, какие там были, какие-то внутренние непрощенные моменты. Они видят, они говорят, я проговорю, все эти моменты, которые вы были, с чем вы приехали, вы благодаря им выживали. Благодаря этим моментам случившимся в вашей жизни вы стали таким, как вы есть сейчас и попали сюда на семинар. Поблагодарите, и вас не будет мучить этот, не нужно отказывать. Многие задавали поначалу вопрос, как мне забыть, как мне отказаться, как мне заглушить, я говорю, что заглушать? Ваш жизненный опыт заглушить? Ваше становление заглушить? Ваш рост? Отменить, что вы родились? Как это все? Вы же дошли вот до этой встречи, правильно? А когда им объясняешь, вот такой очень важный, я скажу все-таки даже для камеры, момент такой очень важный, который мы отметили, я сказал, вы сидящие здесь и говорящие нам о какой-либо проблеме или какой-то психологической своей ситуации, сидите, потомки людей, множество поколений, которые выживали, с различными болезнями боролись, с войнами, самые сильные люди, потомки самых сильных людей, которые, в принципе, смогли выжить за тысячи поколений и передали вам самые сильные гены. Вы сидите благодаря им. Те, которые умерли, они ничего не дали, ни потомства. Сейчас вы потомки самых сильных и вы можете говорить о какой-то маленькой психологии, вы говорите, я боюсь там темноты, а эти люди, семь тысяч поколений, которые вам перенесли темноту, страх, боль, болезни, самые сильные страдания, они для чего вам это делают? Чтобы вы сказали, я слабый человек, мы самые сильные потомки, самые сильные потомки всех выживающих людей. И вот это вот понимание, осознание просто людей так, ну действительно, о чем я говорю? Какая может быть депрессия? Какая депрессия? Я говорю, какое одиночество? Я говорю, да здесь все разговаривает с вами, просто откройте глаза и говорите со столом. Как со столом? Я говорю, да очень просто, он просто болток такой, то есть он говорит, я имею возможность, мы его используем, я деревянный, меня кто-то делал, информация, говорю, идет ото всего, вы не можете быть одинокими. Ну вот на конкретных таких примерах, и они чувствуют себя действительно в этот момент вот этим поколением, выживших, поколений самых сильных. Сила прямо приобретается, изнутри идет, и все их внутренние, вот эти вот мелкие какие-то проблемы становятся просто опытом, преодолимыми, жизненным опытом, и они его воспринимают, и просто дышат. А вот в Пушкине были впервые, или бывали здесь? Абсолютно. Не бывали, да? Ну тогда я предлагаю все-таки вот воспользоваться моментом, хоть немножко Пушкин вот увидеть, и я надеюсь, что нам помогут как-то вот координаты ваши оставить, да, в конце, чтобы, ну, те, кто заинтересуется, чтобы знали, где вас найти и в интернет-пространстве, и, ну, те координаты, которые вы можете оставить, и я тогда попрошу операторов наших, чтобы они как-то как строкой вставили, представили вашу уже линию, чтобы знать, как с вами связаться с вашей информацией. Очень хорошо, да, мы в Россию зашли прямо, вот мы проект так и назвали, мы долго как бы к ним ушли, я говорю, русские слова очень емкие, обозначающие суть, ну, легко, язык Пушкина позволяет разговаривать с чувствами, и мы вот через это объясняли, объясняли сам себе, как, говорю, назвать этот проект, как сделать, он у нас в Казахстане по-другому называется, и просто вот на интуиции, говорим, чувство знания. Станиславу, организатору нашего, Жданову, в мероприятии всех, мы ему объясняли, звоним и говорим, как он говорит, есть оно, это, ребята, ось кириллицы, это связывающее все, это в Руси название, это буква ОУК, там, это он просто говорит, вы интуиции, да, открыли, я говорю, правильно, то есть, чувство знания, и просто люди очень хорошо понимают, ничего объяснять не надо, через чувство знания, и одной строчкой, то есть, мы не разрываем эти, нельзя, там, заходить через знания, или через чувства, одним только, только в симбиозе, но когда заходишь через чувства, знания просто любые даются с легкостью, и этот семинар, вот мы по Руси повезем с этим названием, менять ничего не будем, потому что люди просто понимают это, разум принимает, сердце открывает свое чувство знания. А у вас вот один семинар Пушгора, и следующий будет, в Челябинске, и следующий, да, следующий, Петербург, и так, Петербург, тоже Псков, даже поступали предложения, уже сейчас, Южно-Сахалинска, то есть, для нас, нет, сейчас, бег самолет, ну, в принципе, мы всех призываем, то есть, если кто-то, кто посмотрит, у вас на канале, пожелает у себя в городе организовать, ничего невозможного, нет, вот есть Станислав, с которым всегда мы держим связь, и через него можно в любом городе организовать, мы приедем, проведем, ну, то есть, вот так, сейчас вы вернетесь, вам оно как-то нужно. потому что у нас там центр, он работает, люди занимаются на постоянной основе, и есть занятия, есть обязательства, если будет очень много работы, конечно, вот эти вот перелеты отвлекают, возможно, филиал в крупных городах, где мы будем обучать преподавателей, которые будут работать, либо, может быть, сами переедем в ваш гостеприимный город, там время покажет, но тогда мне остается вас поблагодарить, на мой взгляд, очень своевременные предложения для русской цивилизации, хотя слово русский, мы говорим, что это не относится к национальности, русский немец, русский татарин, русский еврей, наверное, никогда наоборот, не бывает немецкий, русский татарин, поэтому мы надеемся, что действительно, вот ваш приезд как-то символичен, особенно тот путь, через который вы входите в Россию, связанный с Пушкиным, я не знаю, вот как-то это произошло, на мой взгляд, очень знаково. Мы, честно, вот уже... Начинаем специально, правильно? Нет, пять лет мы занимаемся, преподаем, вот Станислав не даст соврать, как говорится, два года где-то он все время предлагал, говорит, ну приезжайте, приезжайте, и как-то вот такая информация, ну что значит приезжайте? Куда? Куда? Нет, вот пока не появилось это место, Пушкиногория, и все совпало, ровно заработало, все пошло, я говорю, мы говорим, не время, значит, не время, время придет, пусть это прошло два года, через два года все сложилось так, хотя ни разу мы конкретно не давали рекламу, не пропагандировали, мы говорим, ждали время, вот когда время придет, оно все сложится, просто Станислав только написал информацию, тут же откликнулось, и главное, не только же с Пушкиногория, а там, ну как бы, по-разному с Советского Союза, нашего... Советского Союза. Богатый, то есть, и я, честно, очень далековато туда ехать, от Питера 460 км. и очень неудобное место с точки зрения логистики. Логистика, с точки зрения духовной, это место уникальное. Например, было бы проще организовать это, и съехаться, тут поезда, самолет излетается, а туда еще по 460 км люди ехали, места красивейшие, конечно, мы все это познакомились, но открылось только через это место. Но что касается Пушкина, это такой очень энергетически наполненный образ. Кстати, практически на каждом семинаре мы приводим его в пример. Мы говорим о том, что человек, он никогда не умирает. И мы говорим, вот мы сейчас говорим, Пушкин, и он есть. Он есть сейчас как идея, есть как произведение, есть как гордость народа, как человек. Он живет, но просто он живет не в том теле, который мы привыкли воспринимать, как Пушкина. Свободу его в этом теле даже прибавилось. Да. То есть, может, он сейчас более влиятельным человеком стал, Да, действительно, он действительно влияет на умы, не только на тех, кто читает изданную литературу, а вообще как образ. И вот, что интересно, в школе, когда я училась в школе, я была Пушкиным. Я играла его образ, то есть одевала фраг, одевала цилиндр, и со сцены читала. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Мы очень тоже благодарны за встречу, организованную вашим сыном, Станиславом. С вами очень приятно было познакомиться. Беседа просто, как вот говорят, на одной волне. То есть нет никакого спора или даже диалога. Есть дополнение, такое вот перетекание. То есть мы, такое ощущение, что когда-то уже где-то виделись, когда-то разговаривали, и эта беседа хотя бы первая, на самом деле, такое ощущение, что мы уже не первый день разговаривали. И это, значит, единомышление. Да, для меня тоже совершенно неожиданно, потому что, я еще раз говорю, я к энергоинформационному развитию, такому абстрактному, вот по каким-то алгоритмам относился как-то вот интуитивно не очень хорошо. И вы полностью развеяли вот мои опасения, потому что у вас принципиально иной подход. Да. Поэтому... Вы идете от человека, а не от технологий, как его куда-то загнать. То есть, вот это для меня, конечно, очень важно. Ну, огромное вам спасибо за встречу. Продолжение следует. Ну, я надеюсь, что мы с вами, может быть, вместе немножко посмотрим. Да, давайте. Ну, конечно, будем рады. Есть, мы для этого и приехали прямо. Спасибо.